Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Коротко о главном. Две многодетные матери-одиночки получили материальную помощь ко дню семьи. В этом году в районе мы сейчас две семьи посетили. В будущем будем планировать, чтобы семьи, которые есть в нашем районе, конечно, более широкий охват. Организуй КСК, получи детскую площадку. Почему участники конкурса остались недовольны подарком от Акимата? Акимату поставить вот эту несчастную горку, вот эту качельку, вот эту карусельку, это в 1947 году, это было бы нормально. Ах, это свадьба! Сегодня карагандинские дорожные полицейские вышли в рейд по свадебным кортежам. Непосредственно меняют госномерные знаки, что тоже является нарушением, грубейшим нарушением правил дорожного движения. Труп мужчины обнаружили жители Абая в одной из городских разбиток. Тело неизвестного с признаками насильственной смерти пролежало там два дня. Абайцы говорят, что это убийство. В полиции данный факт подтвердили. Слово преступника уже нашли. Личность погибшего, которому около 35 лет, устанавливает полиция. Заброшенных зданий во втором микрорайоне города Спутника больше десятка. Они представляют настоящую угрозу для местных жителей. Страшная находка, к слову, здесь не первая. Несколько месяцев назад в пустующих домах обнаружили тело молодой девушки. Жертва была изнасилована и убита. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам УВД Абайского района был задержан безработный 27-летний мужчина, который дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Четыре двора района имени Казбекби получили новые детские площадки. В Караганде подвели итоги конкурса «Активный дом. Уютный двор», победители которого, организовав в доме форму управления, получили от Акимата игровой инвентарь. Однако подарком от властей остались довольны далеко не все участники. Почему, узнавал наш корреспондент. В доме гармошка проживает свыше 200 детей. Теперь ребятни есть где играть. На днях сюда поставили новый игровой инвентарь. Двор принял участие в конкурсе и победил. Площадка – подарок от района Акимата за созданную в доме форму управления. В данном случае решать дела жилищно-коммунального хозяйства будет ИП. На сегодняшний день, конечно, сами жильцы стали увереннее, потому что они имеют право собственности, они могут принимать во все участие. То есть любой другой стоящий орган к нам отношения никакое не имеет. И люди стали более активные, более стали принимать участие, отношения к жилому фонду подъездным, отопительным. То есть каждый подъезд старается выглядеть более эстетично. Нам новая площадка очень хорошая. Она для моего брата, для маленького. Вот у Данила, у моего друга тоже, братик маленький. Тут все играют. А раньше тут, ну здесь было как-то скучно. Мы в другие всегда дворы ходили. Эстетично и красиво. Да и детям в радость новая площадка. Горка, карусель, качели и шведская стенка – все это обошлось Акимату района имени Казбекби в 500 тысяч тенге. Однако довольны оказались не все. Игровой комплекс, по словам местных жителей, установили некачественно. Подрядчиками, к слову, является компания «Ержан Инжиниринг». А вот эту карусель, вот все свидетели, вот мальчик. Вместе с ним копали, поставили, не дали, там бетон шлепнули кусочек. Она вывалилась, пришлось все переделать. Акимату поставить вот эту вот несчастную горку, вот эту качельку, вот эту карусельку – это в 1947 году. Это было бы нормально. Между тем, активности среди карагандинцев не наблюдалось. Из восьми планируемых в юстиции зарегистрировались только четыре формы управления. Победители выбирала комиссия с числа жилищных инспекторов, налоговиков и общественников. Этот конкурс для нас имеет большое значение, поскольку у нас в районе Казбекби насчитывается 1454 дома, из которых 60% у нас охвачено формами управления, все остальные 40% у нас получаются как бы бесхозные дома. В соответствии с поручениями Акима области города Караганды, мы должны охватить стопроцентно все дома формами управления. Ирина Камышо, Жасулана Мандыков, Асхат Эбидулов, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Две многодетные матери-одиночки получили материальную помощь ко дню семьи. Продукты питания и денежные средства вручила Ким района имени Казбекби. Шинар Кальзакова одна воспитывает шестерых детей. Такому презенту от Акимата не нарадуется. Здесь есть все самые необходимые продукты – овощи, фрукты, мясо, мука и кондитерские изделия. Для многодетной семьи это большое подспорье, ведь на пособие в 38 тысяч тенге далеко не разбежишься. Сегодня Аким района приехал лично поздравить мать-геройню с предстоящим Днем семьи. Днем семьи. Желаю вам здоровья, вашим детям. Вот это не первая акция, которая мне Казбекписки Акима помогает. Руку помощи дает. Детям игрушки бывают. По праздникам денежные. Большое спасибо. А вот в семье Бакэтгулька Ребековой восемь детей. Недавно многодетная мать-одиночка получила от Акимата квартиру, хоть и временную. Раньше большая семья жила в аварийном доме. В скором будущем власти обещают женщине жилье по госпрограмме. Пока же знаки внимания. Подарки к предстоящему празднику. У меня пятеро девочек и трое мальчиков. Старшему 26 лет, а младше 3 годика. У меня дети, я могу ими гордиться. Старшая дочка у меня тоже хорошо училась. И в школе все детки у меня хорошо учатся. Акцию ко дню семьи будут проводить ежегодно. Помимо продуктового набора, многодетные семьи получили и материальную помощь. В размере 20 тысяч тенге. К слову, помогают матерям-одиночкам не только власти. Посильную помощь оказывают и простые люди, и предприниматели. В этом году в районе, вот мы сейчас две семьи посетили, в будущем будем планировать, чтобы семьи, которые есть в нашем районе, конечно, более широкий охват. Просто и средства, которые здесь расходуются, это внебюджетные средства, в бюджете района не закладываются. Поэтому это с помощью предпринимателей мы проводим вот такие акции. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Первый Карагандинский. Выходные. Город широко будет отмечать День семьи. Завтра, 7 сентября, в 10.00 в центре семейного отдыха «Бегопарк» пройдет акция «Мы – молодая семья». Акимат города Караганды приглашает всех желающих. 8 сентября в 11.00 состоится праздничная концертная программа в Центральном парке. А в 15.00 в концертном зале «Шелк-Ма» пройдет городской фестиваль «День семьи». Сегодня карагандинские дорожные полицейские вышли в рейд по свадебным кортежам. Ярко украшенные автомобили зачастую являются злостными нарушителями правил дорожного движения и создают аварийные ситуации на дорогах. Оперативно-профилактическое мероприятие так и назвали – кортеж. Сергей Высокосов с подробностями. Ах, это свадьба! Но кто же не любит быстрой езды? Свадебные кортежи просто соревнуются, кто произведет больше шума в городе. Нововрачными гостям весело, а вот другим участникам дорожного движения порой не до веселости. Сейчас на улицах Караганды очень интенсивное движение. Идет ремонт дорог. А тут еще и кортежи с песнями. С одной стороны, не хочется портить настроение молодым, а с другой – ведь создается аварийная обстановка. Колонна выстраивается в несколько рядов. Из окон и люков во время движения высовываются гости. Даже дверь умудряются открывать на ходу. Еще мода пошла. Вместо государственного номерного знака вывешивается табличка с именами молодоженов. Оригинально, но является нарушением правил дорожного движения Республики Казахстан. На сегодняшний день здесь наши сотрудники будут проводить профилактическую работу непосредственно с водительским составом. Будут предупреждать о недопущении нарушения правил дорожного движения при движении в колонии. Первый день рейда направлен на профилактику нарушений правил дорожного движения. Автоинспекторы пожурят водителей и объяснят их ошибки. Но в дальнейшем будут применяться меры административного воздействия. То есть будут безжалостно штрафовать. Рейд продолжается. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, Первый, Карагандинский. Караганда отметила столетие со дня рождения нашего известного земляка, художника, режиссера, актера и пропагандиста казахского национального искусства Аубакира Исмаилова. Все подробности в следующем сюжете. В зале Русского государственного драматического театра имени Станиславского собрались почитатели таланта Аубакира Исмаилова. Общественность города, родные художника, всю свою жизнь воспевавшего Казахстан, его просторы, людей труда. Аубакир рано стал интересоваться искусством, как отражение реальной действительности. 15 лет он поступает в студию при Омском художественно-промышленном училище имени Врубеля. Затем обучается в Московском изобразительном техникуме и еще заканчивает театральный институт. Его профессиональная палитра очень широка. Он многогранен в своих проявлениях. Аубакир Исмаилов работает режиссером и художником-постановщиком Казахского академического театра драмы. Руководит ансамблем народного танца при Казахской государственной филармонии. Богатые национальные традиции нашли свое отражение в книге «Казахские народные танцы», которую он выпустил вместе с балетмейстером Абировым в 1961 году. Многогранный талант нашего земляка проявился и в кино. Но такие фильмы с его участием, как «Ангел в тюбетейке», «Наш милый доктор», «Горизонт» и «Синий маршрут» сразу стали классикой казахского киноискусства. Особо хочу отметить, что в кинофильме «Ангел в тюбетейке» творческий путь Аубакира Исмаилова пересекся с творческим путем народной арктистки Казахской СССР, народной арктистки СССР, героя социалистического труда, всеми любимой, несравненной Бибигуль Ахметовны Тулигеновой, в честь которой в Каштольской каранде на леи звезд была заложена, зажжена первая звезда. Аубакир Исмаилов принимал активное участие в организации первой передвижной выставки художников Казахстана. Она побывала во многих городах страны. В таких выставках он постоянно участвовал, вывозил полотна своих коллег во все Союзные Республики. Всю свою жизнь он посвятил искусству своему народу. Его кисти принадлежат монументальные полотна, такие как хантингри, на просторах жувалы, Хортовай, Хорхатата, Абай Сердце Друзей, Долина Джейрана и многие-многие другие. Среди его шедевров немало картин, которые стали летописью развития современного Казахстана, в том числе и нашего края. Всей своей жизнью, своим творчеством Аубакир Исмаилов прославлял наш Казахстан. Он стал частью духовного достояния страны. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Завтра, 7 сентября, в 10 часов утра на рынке Гасы, что в Майкудуке, пройдет благотворительная ярмарка. Чиновники Октябрьского района будут раздавать малоимущим карагандинцам одежду и домашнюю утварь. Это не первое и не последнее подобное благотворительное мероприятие, говорят организаторы. Акцию планируют сделать традиционной. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Саубовздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин